Сегодня у нас тема вебинара «Обособленное обеспечение заказов и поддержание складских запасов в 1С управления торговли редакции 11.4». Мы на прошлом вебинаре с вами говорили по поводу формирования потребностей на складе и обеспечения этих потребностей. Вспомним, немножко переключу, по какому принципу у нас формируются потребности на складе. Во-первых, из заказов, они формируются, это либо заказ клиента, либо заказ на сборку, заказ на перемещение, либо на внутреннее потребление. Мы с вами на прошлом вебинаре еще настраивали способы обеспечения потребностей, схемы обеспечения потребностей, но все это делали без привязки, без обособленного обеспечения заказов. На этом вебинаре мы сегодня рассмотрим как раз обособленное обеспечение, и вторую часть вебинара у нас будет посвящена настройке поддержания складских запасов. По программе сначала смотрим настройки, потом будет сквозной пример по формированию заказов по обособленному обеспечению. Продемонстрирую документ, корректировку назначения, для чего он нужен, как используются. Небольшие комментарии будут по поводу настроек программы именно в плане отражения вот в сквозном примере. Потом перейдем ко второй части, настройка поддержания складских запасов, методы обеспечения. Рассмотрим минимальный, максимальный, расчет по норме, расчет по статистике, немножко расскажу подробнее. И, собственно говоря, формирование заказов тоже сделаем в разрезе вот этих вот настроенных методов. Ну, по настройкам. Настройки у нас находятся, как ни странно, в разделе склад и доставка, в разделе NCE администрирование, и там есть подгруппа обеспечения потребностей. В ней есть две галочки, да, мы ставили в прошлый раз обособленное обеспечение заказов и разрешить обособление товаров и работ сверхпотребностей. Немножко попозже расскажу подробнее, эта галка дает больше возможностей. Вот, ну и, соответственно, для того, чтобы показать полные возможности, мы ставим еще и переключатель расширенное обеспечение потребностей, чтобы у нас была доступна не только закупка у поставщика, но и сборки-разборки, перемещения, внутреннее потребление и так далее. И множество способов поддержания остатка на складе. Я вернусь пока в базу. Еще раз продемонстрирую настройки. Это раздел NCE администрирование, склад и доставка. И вот здесь есть группа обеспечения потребностей. Обязательная галочка у нас для сегодняшнего вебинара обособленное обеспечение заказов. И я вот тут сразу поставлю, чтобы у нас была более расширенная, так сказать, возможность показать в базе, как это отражается. Ну и, соответственно, вот эту настройку мы оставляем так, как есть. Начнем, наверное, с формирования все-таки потребностей. Потребности, ну, в сегодняшнем вебинаре будем рассматривать на примере заказа клиенту. Мы не будем углубляться в вот эти вот все схемы, которые рассматривали на прошлом вебинаре, да, сборки, перемещения, других складов. Ну, сделаем просто обычную закупку у поставщика. Сначала делаем заказ клиента. Это раздел продажи, заказы клиентов. Создаем новый заказ. Выбираем клиента. Например, рассоль. Склад у нас будет, склад хранения. Соглашение. Можем выбрать любое. Соглашение, помним, что влияет на этапы оплаты. В данном случае нам как бы выгодно выбрать это соглашение. А потом объясню, почему у нас этапы оплаты будут просто в кредит, чтобы мы сейчас не вводили срочно документы оплаты. Ну и выбираем договор. Подбираем товары. Допустим, у нас рассоль заказала телевизор GVC в количестве 10 штук. Вид цены. Оставляем, проверяем. Все, все, все. И ставим, что статус этого нашего заказа будет к выполнению. Помним, по какому принципу у нас заказ клиента влияет на то, что у нас формируется потребность. То есть не просто мы должны его обеспечить, этот заказ, как только он появился и в статусе к выполнению стал. Но мы еще и должны знать, каким образом он у нас отрабатывается. То есть все позиции товара, которые указаны у нас в этом заказе, они должны иметь свое действие. В данном случае по умолчанию у нас проставилось действие к обеспечению. Если у нас стоит просто к обеспечению, тогда товар, который мы закупим вроде бы под этот заказ, да, то есть на основании этого заказа клиента мы сделаем заказ поставщику и закупим товар, он придет к нам на склад как бы в общий остаток. То есть он не будет зарезервирован конкретно под этот заказ. Ну и, собственно говоря, когда он появится на остатке у другого менеджера, например, кто увидит этот товар, появившийся на складе, он может другому заказу этот товар отгрузить. Чтобы вот таких ситуаций не было, да, на момент, когда приходит определенный товар под определенный заказ, требуется обособленное обеспечение. Поэтому вот здесь действие, мы можем вкладывать на него два раза, да, мы можем поставить обособленно. То есть когда этот товар придет на склад, он уже будет сразу автоматически зарезервирован под этот заказ. Никто его другому клиенту уже не сможет отгрузить под другой заказ. Проводим наш заказ. И смотрим, у нас есть замечательный отчет, если вы помните, да, который у нас анализирует состояние обеспечения заказов. Он находится в разделе склад и доставка, состояние обеспечения заказов. Выставим здесь склад, склад хранения, на котором у нас сегодня будет рассматриваться пример. И смотрим, что у нас тут есть. У нас тут есть как раз наши заказы. И вот он, наш последний GVC, 10 штук. Так как он подсвечивается сейчас сереньким, да, соответственно, у него нет никакого обеспечения. Его нужно обеспечить, причем по нему не сделан вообще даже заказ поставщику, и мы, собственно говоря, сейчас этим займемся. Для того, чтобы у нас программа автоматически понимала, каким образом у нас происходит обеспечение, да, мы должны просмотреть настройки этого товара в карточке номенклатуры, либо через карточку склада. И там будет уже сводна по всем номенклатурам. Если мы откроем нашу позицию телевизор GVC, у нас здесь есть настройки поддержания запасов и настройки способов обеспечения потребностей. Настройка поддержания запасов отвечает за постоянное наличие товара на складе на определенном уровне. Это вторая часть нашего вебинара, поэтому мы сейчас вот здесь смотрим настройку обеспечения потребностей. И смотрим на складе хранения. Способ обеспечения потребностей задается у нас вот таким вот образом через покупку. У источника обеспечения у нас база электротовара, то есть этот товар у нас закупается у определенного поставщика. Срок поставки один день, обеспечиваемый период семь дней. Обеспечиваемый период – это тот период, на который программа смотрит вперед, чтобы посмотреть, какие заказы попадают, какие заказы клиентов надо обеспечивать в течение этого срока. Открою еще раз, покажу, что мы здесь заполняли. Срок покупки, то есть срок поставки. Поставщик нам должен за один день поставить товар. Заказы у нас, правил формирования заказов при достижении точки заказа. И обеспечиваемый период семь дней. То есть уже в прошлый раз рассказывала, что если у нас бывают заказы клиентов, которые хотят, допустим, дата отгрузки у них через месяц, то их нет смысла обеспечивать сейчас. Мы можем обеспечить, допустим, на неделю вперед, вот как вот здесь. А то, что будет позже, какие заказы достигнут точки заказа, то их уже мы можем обеспечить позже. И, соответственно, распределить наши денежные средства на закупку определенного товара. Срок отгрузки гарантирован, но не может быть меньше срока покупки. Он может быть равен сроку покупки. В данном случае он у нас стоит два дня. И вот здесь на вкладке оформления заказов мы заполняем реквизиты, те, которые будут проставляться у нас при автоматическом формировании заказов поставщику через обработку формирования заказа по потребностям. Чем больше вот здесь заполнено, тем, соответственно, меньше нам заполняется в документе. Потом есть смысл заполнять вот эти соглашения, виды цен и так далее. Убедились, да, что товар у нас настроен, да, то есть способ его обеспечения. И можем переходить в нашу настройку формирования заказов по потребностям. Это в разделе склад и доставка, формирование заказов по потребностям. Отборы, по которым мы фильтруем, нам доступны. Мы можем выбрать все по складу, мы можем выбрать определенное назначение товара. Назначение товара – это как раз-таки вот тот вот заказ клиента в данном случае, под который мы товар будем завозить. Если показать все наши назначения, то вот здесь вот будет видно заказы клиента. Вот он наш заказ. ТД 05, 25 марта, АССОЛЬ. Можем выбрать непосредственно его. Далее на следующем шаге у нас программа видит, что для товаров, которые указаны были в этом заказе, есть определенные способы обеспечения. Ну, в данном случае он у нас один, у нас как бы и товар-то, собственно, один в табличной части. Если бы у нас, допустим, у разных товаров были бы разные способы обеспечения, допустим, они бы закупались у разных поставщиков или, допустим, они бы перемещались с определенного склада на центральный или в магазин, или нужно было сделать заказы на сборку, то, соответственно, здесь были бы другие способы обеспечения и большее количество заказов поставщику, заказов на сборку и на перемещение, соответственно, было бы сделано в результате отработки этого формирования заказов потребности. Идем дальше, на следующий шаг. Вот он высветился, наш заказ клиента. Требуется 10. И у нас, собственно, система предлагает к заказу все 10 штук, потому что у нас вот здесь вот обеспечено 0. То есть на складе у нас этого товара нет. Как еще можно посмотреть, есть у нас товар на складе или нет. Вот здесь, когда мы заполняем в заказе клиента обеспечение, можно выбрать обеспечение заполнить и поставить первым шагом отгрузить, если есть товар на складе, либо обеспечивать обособленно или просто обеспечивать и автоматически заполняем. Так как у нас на складе нету этого товара, то мы не можем поставить отгрузить и поэтому здесь программа ставит обеспечивать обособленно. чтобы убедиться что у нас действительно товара нет на складе у нас для этого есть склады доставка отчеты по складу ведомость по товарам на складах можно сделать фильтр по складу хранения выбрать период и сформировать наш отчет здесь уже были какие-то движения ранее по другим позициям вот видно что сейчас на конечном остатке ничего нет и если посмотреть склады доставка отчеты по складу остатки и доступность товаров здесь у нас тоже пусто хорошо идем дальше следующий шаг формирования заказа по потребностям у нас вот здесь вот формируется определенная аналитика да то есть мы здесь же можем видеть какие у нас будут заказы сделаны да то есть на какую сумму ну как бы сейчас одной позиции это конечно не очень актуально а когда будем формировать уже там допустим много позиций товаров у кого особенно для поддержания определенного уровня запаса на складе то соответственно позиции становится много если их всех заказывать можем просто не ложится бюджет поэтому вот здесь вот сумма должна обязательно высвечиваться если по каким-то позициям сумма не выдается значит не были зарегистрированы цены поставщиков по поводу цен поставщиков она у нас задается обычно вот здесь закупки цены поставщиков price list и и вот здесь вот внизу есть история изменения цен чтобы допустим посмотреть какими документами были у нас установлены цены поставщиков но в данном случае вот у нас допустим поставщик базы электротовары да вот я задавала недавно установку цены поэтому у нас для телевизора есть установка. Далее. Идем на следующий шаг. И вот у нас программа формирует заказ поставщику для закупки этого товара. Автоматически ставит статус согласован. Этот заказ поставщику у нас хоть и проведен, но если мы посмотрим состояние обеспечения заказов, то у нас тут как бы ничего не поменялось, потому что в статусе согласован он пока еще не имеет действия, то есть он еще не передан в работу. Если мы проставим то, что этот заказ подтвержден, у нас немного изменится ситуация в плане нашей обработки, то есть уже что-то зелененьким подсвечивается, то есть уже у нас к определенной дате появятся эти 10 телевизоров. Посмотрим, что у нас проставилось. На вкладке дополнительно обязательно проверяем все реквизиты нашего документа, потому что программа может какие-то реквизиты не доставить, то есть это уже соответственно пользователь заполняет сам. И обращаем внимание, что раньше мы пользовались этой обработкой и вот эта колонка назначения у нас оставалась пустой. При обособленном обеспечении заказов вот эта колонка заполняется именно под определенное назначение. Если ее открыть и показать, то здесь у нас указывается есть возможность выбрать определенное назначение. Причем, кстати говоря, оговорка, да, вот наша была в настройке администрирования склад и доставка, да, и вот эта галочка «Разрешить обособление товаров, работ сверх потребности», она нам дает немножко больше возможностей, то есть вот здесь, если, допустим, мы по заказу сделали 10 штук, да, ну заказ клиента был на 10 штук, но мы, допустим, хотим сделать заказ поставщику и выбрать другое количество, то программа нам даст это сделать. Если мы уберем галочку из настроек системы, тогда программа соотнесет количество, которое нужно по этому заказу и количество, соответственно, которое по этому значению выходит и рубнется на то, что здесь идет несоответствие и мы не можем выбрать это назначение. Вот здесь сейчас не буду менять назначение, мы оставим его как есть. Наш заказ поставщику. Вот здесь обратим внимание на то, что у нас в заказе поставщику формируются этапы оплаты. Этапы оплаты, нас берутся, соответственно, из нашего соглашения, из договора, если он используется, да, через соглашение. И вот здесь вот мы можем использовать различные этапы оплаты. Можем аванс до подтверждения, можем выбрать предоплату, кредит и кредит после отгрузки. Сейчас, чтобы не вносить, собственно говоря, денежные операции, как бы, да, я для ускорения процесса поставлю здесь кредит плановый и принесу документ. Оплатим нашему поставщику позже. У нас же все такие добрые, он нам позволит. Хорошо. Далее возвращаемся в наше состояние обеспечения и сделаем на основании нашего заказа поставщику, что у нас пришел товар. На основании заказа поставщику делаем приобретение товаров и услуг. Укажем номер ГТД, в данном случае он нам нужен. И смотрим нашу ведомость по складу, по товарам на складах. Мы вроде бы сделали поступление. Но у нас вот здесь почему-то, конечно, остаток не изменился. Это может быть, в принципе, по одной причине. Потому что наше приобретение делалось на склад, у которого используется ордерная схема документа оборота при поступлении, при отгрузке. Поэтому у нас товар на складе не появится до тех пор, пока мы не сделаем приходный ордер на товары. Приходный ордер на товары у нас делается в разделе «Склад и доставка», «Приемка». Вот мы видим, что у нас ожидается приемка по вот этому заказу поставщику. Сделаем ордер на основании этого заказа. Присываем ему какой-нибудь номер. Товары у нас здесь формируются. Опять же, приходный ордер формируется с назначением, то есть под определенный заказ клиента. И количество фактическое мы заносим. Статус нашего приходного ордера. Тоже товар не появится в статусе «Поступление» либо в работе, либо в обработке. Товар у нас появится только в статусе «Принят». Формируем нашу ведомость. Здесь у нас должен уже товар появиться. И да, он у нас появился. То есть товар мы приняли. Возвращаемся в наше состояние обеспечения заказов и смотрим. Он у нас обеспечен. Мы здесь уже можем сделать непосредственно реализацию. Но перед тем, как сделать реализацию, я немножко покажу еще другой отчет, который мы формировали. Это остатки и доступность товаров. То есть товар у нас пришел, но доступного остатка у нас сейчас на складе нет. То есть вот этого общего остатка, из которого можно отгрузить этот товар под другие заказы. Потому что этот товар нам пришел и сразу стал в резерв под определенный заказ. Если нужно сделать, допустим, детализацию еще до определенного регистратора, то мы можем расшифровать вот этот вот отчет другим отчетом поступления отгрузки товаров. И вот видно, что к какому заказу резерв обособленный, 10 штук эти относятся. Ну и сейчас мы можем сделать, соответственно, реализацию на основании нашего заказа клиента. Но пока мы реализацию делать не будем. Что, если наш клиент, допустим, передумал? Он решил заказать не 10 штук, а 5 штук. Говорит, мне не нужно 10, я возьму 5. Можно поступить, соответственно, двумя способами. Либо корректировать заказ клиента, убрать здесь количество 5. Но это будет не совсем информативно, потому что, опять же, мы не отобразим в хозяйственной операции то, что клиент у нас отказался по какой-то причине, поэтому было бы логично вот здесь вот все-таки скопировать строку, указать, что 5 штук этого товара клиент закажет, а 5 штук было отменено по какой-то причине. Укажем причину, допустим, там цены выше у конкурентов, чем у конкурентов. Проводим наш заказ. И вот здесь вот тоже, кстати говоря, момент, да, то почему нам вот эта вот галочка в настройках склада и доставки разрешить обособление сверхпотребности, если бы она не стояла, то, соответственно, разрешения бы этого не было. Вот здесь в заказе клиента он бы не дал просто так взять и отменить. Без проблем. Он бы сказал, что, соответственно, было уже приобретено на этот заказ. Поступление-то уже было, да, но значение в нем указано и, соответственно, мы просто так не можем отменить. И тут уже идет более жесткая корректировка, то есть нужно снимать с этого заказа резерв, ну и, соответственно, оставлять его уже в общем остатке. Едем дальше. Здесь мы уже в заказе отменили. Нам нужно продать только 5 товаров, 5 телевизоров, поэтому делаем реализацию. на основании нашего заказа клиента. И вот что он нам говорит. Нет товаров, доступных для отгрузки. Ну, логично, потому что у нас здесь действие находится обеспечивать обособленно. Чтобы нам этот товар отгрузить, мы вот здесь его указываем. Программа нам подсказала, да, что у нас еще 5 штук на складе есть. Но мы сейчас отгружаем только 5. Делаем реализацию. Проверяем количество 5. Тут все корректно. Ну и на основании реализации оформляем счет фактуры, да, в нашем случае. Заказ у нас, в принципе, готов к закрытию. Но сейчас мы как бы не будем вводить вот именно финансовые операции в части оплаты, чтобы закрыть окончательно этот заказ. Но смысл в том, что когда-нибудь, собственно говоря, он будет оплачен и тоже будет закрыт. По нему уже отгрузка совершена. Что у нас получается? 5 телевизоров у нас остались как бы не у дел, да. Они сейчас на складе и должны быть в общем-то остатки. Но они все так же висят в резерве. То есть программа их зарезервировала и поступление делала под определенное назначение. Они все так же висят под этот заказ. И другой менеджер не сможет эти 5 телевизоров отгрузить под другой, допустим, заказ клиента. Сделаем ситуацию, да, что какой-то другой клиент заказал у нас тот же самый телевизор. Пусть будут даже те же самые 5 штук. Поставим ему тоже обеспечивать обособленно. Проводим наш заказ 6-й, 25-го марта. Но отгрузить-то нам как бы нечего сейчас, хотя 5 телевизоров у нас на складе есть. И чтобы их отгрузить, нам нужно сделать корректировку назначения в разделе «Склад и доставка», «Корректировка назначения товаров». Делаем новый документ. Здесь можно выбрать снятие с резерва. Снятие с резерва по многим назначениям. Зарезервировать наоборот товар или сделать корректировку. Можно сделать корректировку в произвольной форме. Мы сейчас сделаем снятие с резерва. Выберем нашу организацию, торговый дом комплексный. Выберем заказ, который мы снимаем. То есть это у нас осоль номер 5. И если по нему есть обособленные, то есть заказанные под этот заказ конкретно, какие-то остатки на складе, то они сюда как раз и попадают. Вот они наши 5 штук. И здесь можно задать новое назначение, что либо оно поступает на склад, то есть в принципе без привязки к какому-либо заказу, либо мы можем, допустим, привязать к другому заказу, сформированному у нас. Например, к тому же шестому, который мы сейчас сделали. И возвращаемся в наш шестой заказ. И после этого товар уже может быть отгружен по этому заказу. То есть вот здесь вот у нас появляется строка «Отгрузить обособленное», и мы ее, собственно говоря, используем. То есть мы можем отгрузить из действующих остатков вот этот вот, эти телевизоры. Проводим наш заказ. На основании него тоже делаем реализацию и продаем. Уведем счет фактуру. Конечный остаток у нас по нуля. В доступности у нас, получается, товара нет. Но так как у нас склад ордерный, мы еще не до конца сделали все-таки отгрузку. У нас оформлен только финансовые документы, то есть реализации. И нам нужно еще эти товары отгрузить. Идем в склады «Доставка», «Рабочее место», «Отгрузка». Вот у нас наши заказы висят, 5 и 6. Создание мартира, можно прям по всем распоряжениям. И вот они наши заказы. По ним мы отгрузили. В статусе «Отгружен». Все, вот теперь вывели в ноль. Вот таким образом происходит именно обособленное обеспечение заказов. И вот таким образом оно отражается в наших отчетах. Еще, кстати говоря, момент не сказала по поводу заказов поставщикам. У нас есть в заказах поставщикам график оплаты, да. На нем устанавливали. Здесь можно разбить несколько этапов оплаты. Допустим. Сумма должна быть 50%, 50%, плюс 50, итого 100. Вот таким образом мы, допустим, сделаем наш документ. Чтобы у нас было несколько этапов оплаты. И у нас есть отчет, который находится в разделе «Казначейство». Отчеты по казначейству, реестр платежей. Здесь можно сделать отбор по определенной организации. Можно сделать отбор по определенному счету, либо по кассе. И давайте еще сделаем отбор, например, по контрагенту. По нашему плательщику. Еще можно сделать отбор по поставлению, либо списанию. То есть по виду операции в данном случае, допустим, списание. Заказывали мы у поставщика «Белый ветер», насколько я помню. Добавим отбор. Вот оно, плательщик-получатель. Можно сделать конкретный отбор по определенному контрагенту. Можно выбрать несколько контрагентов. Так, мне нужно здесь, чтобы был в списке. Сделаем отбор по нашему контрагенту «Соли» и по «Белому ветру». Так как у нас «Соль» — это не списание будет денежного средства, а поступление. Сейчас вот здесь отбор тоже снимем. Здесь у нас, соответственно, что? У нас появляется информация по поводу графиков оплаты. Если я поставлю, допустим, «Белый ветер», то поставщику «Белый ветер» у нас формируются вот такие вот колоночки. Да, и мы видим, когда мы должны какое сделать списание, по каким заказам. Вот такой реестр платежей можно использовать. Так, я пока не буду это закрывать. Пусть оно у нас еще повисит. По заказам поставщика мы вроде отработали, по обособленному обеспечению отработали. И что еще хотелось бы добавить? Еще раз вернусь в настройки. Обеспечение все-таки. Наша обработка, формирование заказа по потребностям, она зависит от способов, которые мы задавали. И способы наши находятся. Вот здесь в разделе «Склад и доставка», «Настройки и справочники», «Способы обеспечения потребностей», «Схемы обеспечения потребностей». Ну, на примере, допустим, схемы закупки. Да, вот у нас использовалась, что закупка идет с распределительного склада. И, точнее, на распределительный склад. И мы вот здесь вот выбирали тип обеспечения, покупка и так далее. Если выбрать вот здесь по гиперссылке «Способы обеспечения потребностей», то здесь уже непосредственно задаются сроки поставки, сроки обеспечения заказов. Допустим, в нашем случае это был вот этот вот элемент справочника, «Способ обеспечения потребностей». То есть мы выбирали, что это была закупка, мы выбирали, что это с одним поставщиком. Можно выбрать несколько поставщиков, но тогда, соответственно, и заказы будут сформироваться непроведенные, так как будет не выбраны поставщики. Вот срок покупки указывали, обеспечиваемый период, гарантированный срок отгрузки. Ну и оформление заказов. Все наши реквизиты, которые надо было задавать. Вот этот способ обеспечения потребностей мы можем задать непосредственно в карточке номенклатуры. Разделен все администрирование. Номенклатура, те же самые, например, телевизоры. Он может вот здесь вот отличаться. То есть имеет смысл проверять, да, допустим, либо вы ставите в карточке у нас реквизиты, да, если я вот так вот сделаю, чтобы было проще. Схема обеспечения. Здесь можно централизованно выбрать схему обеспечения конкретно для карточки номенклатуры. А можно выбрать уже непосредственно в состоянии обеспечения, в привязке к складу. Причем именно в приоритете идет то, что идет именно в привязке к складу. То есть вот здесь, например, у нас схема обеспечения основная отличается. Но если мы зайдем в способы обеспечения... Нам нужно зайти сначала в карточку склада. Склады и магазины. Откроем наш склад хранения. И вот здесь вот перейдем в настройки способа обеспечения потребностей. Ну, я сделала отбор, да, вот здесь по виду номенклатуры телевизоры. И вот здесь мы задавали уже принудительно, да, способ обеспечения, вот этот, покупка у поставщика. И программа как бы в приоритет берет именно вот эту вот настройку по определенному складу, так как все равно основная привязка идет все-таки не к номенклатуре, а к складу, так как одна и та же номенклатура может на разных складах по-разному обеспечиваться, ее наличие. Это я пока все закрою. Не буду сохранять так. Оставлю только отчеты. Ну и нашу обработку формирования заказов по потребностям можно гонять туда-сюда, сколько нужно. Можно продолжить с другими отборами и начать все заново. Можно вернуться на несколько шагов назад. Вот, ну так мы уже все закончили. Мы вернемся назад и вот здесь вот... Ну, вернемся сначала и уберем назначение, так как этот заказ мы уже отработали. Можно, в принципе, не выбирать здесь никаких отборов. Тогда программа сформирует потребности по всему, по всей, собственно, учетной программе, то есть без привязки к какому-то определенному складу и так далее. Но намного удобнее все-таки работать с отборами. Если переформирую наше состояние обеспечения заказов, у нас здесь ушел наш заказ сегодняшний, потому что мы его, собственно говоря, уже отгрузили, да. Здесь остались только прежние, которые были ранее в демо-базе. Их мы рассматривать не будем. Вот таким образом происходит обособленное обеспечение. Еще раз оговорюсь, да, про вот эту вот настройку по разрешению обособления товаров в работе сверхпотребности. Если ее не ставить, программа намного более жестко контролирует все-таки остатки и соответствие, сколько было заказано в заказе клиента и сколько было заказано поставщику. Уже так просто ничего не отменишь. Но, в принципе, как бы тут есть определенная защита от ошибок. То есть, если нужно проконтролировать определенное количество, то есть смысл тогда вот эту галку снимать. Если вам нужно поначалу все-таки какие-то определенные моменты плавно, да, гибко регулировать, то есть смысл все-таки эту галку поставить и смотреть уже непосредственно по остаткам вашим, что находится в резерве и под какой заказ. Ну, это, опять же, определенный объем работы, да. То есть, если у вас встречаются ситуации, что у вас по факту товар на складе есть, но он под чей-то заказ зарезервирован, то тут приходится лезть в регистры, анализировать отчеты и смотреть, какой заказ был зарезервирован, сколько отгрузили по нему и сколько можно снять с резерва. Ну и, соответственно, снимать с резерва и отгружать под другие назначения. Вот, в принципе, все по обособленному обеспечению. Дальше перейдем к настройке поддержания запасов на определенном уровне. Если у нас сдается настройка поддержания запасов, мы в нее можем зайти через три разных способа, да, то есть мы можем найти вот эту настройку поддержания в карточке склада, так как, соответственно, настройка идет все-таки с привязкой к складу. Если мы заходим через карточку склада, то у нас сразу автоматически проставляется отбор по этому складу. Если мы заходим через карточку номенклатуры, то у нас проставляется отбор по конкретной номенклатуре. И, собственно, эта номенклатура на каких складах, как поддерживается ее резерв. Если мы заходим через основное меню программы «Склад и доставка», «Обеспечение потребностей настройка поддержания запасов», то там у нас выходят, соответственно, без отборов все настройки поддержания запасов, и там мы можем задать нужные отборы вручную. Вернусь обратно в ВАЗу. То, что настройка поддержания запасов находится в разрезе складов, это понятно. Как это выглядит? Идем в раздел «Склад и доставка». Я сейчас не буду заходить с отборами. Я вот здесь пойду непосредственно в настройку поддержания запасов, и отборы мы зададим сами. Здесь по умолчанию выпадает все, что только можно заполнить. Но здесь на демо-базе очень много информации заполнено. Здесь очень много способов и источников обеспечения. Чтобы не запутаться в этом всем, нужно использовать фильтры. Можно также группировать, допустим, определенные товары по какому-то критерию, вот по папкам. Например, я вот сгруппировала две папки. Это телевизор и мебель. Если открыть эту папку, у нас внутри нее будут телевизоры, мы сюда добавили их отбором, либо вот здесь мебель-сборка, мы добавили всю номенклатуру, которая у нас имеет вид номенклатуры «Мебель». Что это дает? Это дает не редактирование каждой позиции, вот здесь вот отдельно. То есть если мы выйдем из группы, то вот здесь для каждой позиции номенклатуры мы можем задавать свой минимальный остаток, свой максимальный запас, свой расчет по норме, свой расчет по статистике. Но чтобы это не делать, кучно или, допустим, выделяя вот так вот определенные позиции, что хочу вот здесь, хочу здесь и вот здесь, заполнить, допустим, минимальный запас всем 10. Мы можем сделать определенные группы, которые у нас имеют схожие варианты поддержания запасов и для них проставить непосредственно прям для папки уже. Ну вот в качестве примера, ну и чтобы сгруппировать, нужно, соответственно, выбрать определенную номенклатуру. И вот здесь нажать «Группировка», «Сгруппировать». Создаете название папки и создаете новую папку. Для папки «Телевизоры» вот здесь мы проставляем, ну, в качестве примера, расчет по норме. Немножко расскажу, да, про методы поддержания запаса. У нас их здесь вот будет рассматриваться в примере 2, то есть минимальный, максимальный, расчет по норме. Метод «Минмакс», что означает? У нас здесь автоматически, да, при переключении вот этих вот переключателей какие-то окошки скрываются, какие-то появляются. То есть то, что мы можем задать, нам доступно вот здесь вот. При методе обеспечения «Минмакс», то есть норма потребления в день не используется, мы можем задать минимальный запас товара, который должен поддерживаться на складе, и максимальный запас – это тот, который будет идти в заказ поставщику, ну, либо в нашем случае там заказ на покупку, да, получается, у поставщика, либо там на заказе на сборку, в зависимости от способа обеспечения этого товара. И, соответственно, вот здесь мы указываем, что если у нас товар снизился ниже уровня 5, то нужно заказать 20. Эти параметры задаются непосредственно пользователям, ну, либо для каждой номенклатуры, либо для группы номенклатуры. Внутри вот этой группы, если открыть, вот здесь мы скарьировать не можем, потому что это правило действует для всех позиций, которые находятся в этой папке. В данном случае мы указали, что минимальный запас у нас будет для мебели 5 единиц, и заказывать при достижении вот этого минимального запаса мы будем 20 единиц. Далее, какой бывает еще, да, у нас идет следующий вариант обеспечения, это расчет по норме. Здесь уже у нас доступно поле нормы потребления в день, и в данном случае это поле заполняет сам пользователь. То есть, исходя из каких-то, да, своих наблюдений в плане того, что сколько продается номенклатура, расписывается, перемещается, да, то есть вот потребление именно идет каким-то образом определенной номенклатуры. Сколько там? Допустим, ну, зададим, что у нас телевизоров, ну, как минимум один в день уходит. Ну, вот она, норма потребления у нас здесь будет один. Но страховой запас, который нам нужно поддерживать, чтобы у нас стабильно был на складе, у нас будет 5. И здесь мы его тоже задаем вручную. А вот этот вот минимальный, максимальный запас, который нужен для обеспечения определенного периода, либо это период обеспечения заказов, то есть программа, да, на какой период смотрит вперед, либо это период обеспечения поставки, тот период, за который нам придет товар, это уже программа рассчитывает индивидуально для номенклатуры. Как она это рассчитывает, я потом тоже покажу в обработке формирования заказов по потребностям. Когда у нас включается вот эта вот настройка, да, расчеты по методам обеспечения поддержания запасов, то у нас вот этой в обработке формирования заказов по потребностям появляется еще один шаг. Это формирование, ну, то есть дополнительно, да, каких-то заказ определенных позиций товара для того, чтобы он просто был на складе, для поддержания запаса. Третий у нас вариант есть, это расчет по статистике. Если мы переключаем в расчет по статистике, то тут уже у нас среднедневное потребление поля прячется, да, то есть это тоже происходит автоматически. Программа рассчитывает, исходя из каких-то колебаний, да, которые в течение определенного долгого периода формировались, если в базе уже много данных, есть смысл устанавливать вот этот вот расчет по статистике, не сдавать его вручную и, соответственно, программа будет рекомендовать, что она будет автоматически подсчитывать, сколько, какой позиции потребляется в течение дня и будет рассчитывать минимальный, максимальный запас. Но страховой запас все равно остается на совести пользователя и пользователь сдает это сам. Что еще здесь можно обратить внимание? У нас здесь есть потребности заказов в отгрузке. Здесь есть два приключателя – это обеспечивать за счет запасов и обеспечивать независимо от поддержания запасов. Разница в чем? Если у нас, допустим, заказали 100 штук какого-то товара, но в наличии на складе у нас всего лишь 70, то получается, что нам нужно обеспечить 30 для того, чтобы наш заказ отгрузить, да, но в этот момент получается, что мы-то выберем весь остаток на складе и он по-любому достигнет вот этой вот точки минимального страхового запаса. И, соответственно, нужно будет еще обеспечивать и запас. Если нам нужно и заказ обеспечить, заказать под него определенную номенклатуру и запасы, то это будет, соответственно, два разных шага у нас в обработке формирования заказов по потребностям, и это будет вот эта настройка – обеспечивать независимое от поддержания запасов. Если мы обеспечиваем заказ только за счет запасов, то есть конкретно под этот заказ сверху того, что мы заказываем обычно, не будем ничего заказывать, то нам нужна будет вот эта первая настройка – обеспечивать за счет запасов. Сейчас вот эту настройку я оставляю. У нас для мебели будет настройка MinMax, для телевизора будет расчет по норме. По статистике я не буду проставлять, потому что у нас в демо-базе не так много данных, но в целом, и опять же, мы разберем, почему расчет по норме будет в обработке формироваться, каким образом. Далее нам нужно сформировать, ну, еще, наверное, какие-нибудь заказы все-таки, чтобы было видно, каким образом у нас происходит обеспечение, независимо от поддержания запасов. Идем в продажи, сделаем какие-нибудь заказы клиентов, ну, например, пусть будет клиент Альтаир, выберем какое-нибудь соглашение, склад хранения, договор, выберем товар. Допустим, мы закажем что-нибудь из мебели. Обеспечение, опять же, поставим обособленное. Не просто обеспечивать, а чтобы этот товар нам приходил уже и становился на резерв. Ставим заказ клиента к выполнению. Этапы оплаты у нас будет кредит плановый 27 апреля. Хорошо. И еще какой-нибудь заказ клиентов сформируем. И еще какой-нибудь заказ клиент. Допустим, три телевизора Sharp, три телевизора Ruby. Обеспечение на всякий случай заполним, если есть возможность сгрузить, если нет возможности, тогда обеспечивать обособленно. Но в наличии нет, поэтому программа нам дает обеспечивать обособленно. Посмотрим нашу настройку состояния обеспечения заказов, сформируем. Вот они, наши заказы появились, 7, 8. Пока по ним нет ничего, соответственно, они не обеспечены. Что у нас в плане остатков доступности товаров? У нас в доступности товаров нет. И на складе ведомость по товарам на складах у нас тоже сейчас по нулям. Но мы задавали при этом всем, неснижаемый остаток, который нам нужно поддерживать. Для определенного запаса на складе. Если я открою, допустим, вот здесь вот карточку нашей номенклатуры, можно еще перейти через карточку номенклатуры, опять же, через реквизиты обеспечений производства. Вот здесь вот настройки поддержания запасов. То есть вот у нас в телевизору Ruby на складе хранения идет расчет по норме. Программа автоматически видит. Сейчас проверим, насколько программа это видит. Склад и доставка. Идем в раздел формирования заказов по потребностям. Опять же, по складу хранения. Идем далее. Здесь у нас уже идет два способа обеспечения, которые мы задавали. То, что у нас телевизоры закупаются у базы электротовары. А, соответственно, мебель закупается у нас у поставщика Белый Ветер. Идем на следующий шаг. И вот здесь у нас как раз-таки выходит настройка поддержания запасов. То есть программа видит, что у нас на остатках вот этих вот позиций не хватает. И предлагает к заказу нужное количество. Если посмотреть, да, в случае телевизоров у нас была одна настройка поддержания запасов. В случае мебели у нас была другая настройка поддержания запасов. И это видно, да, вот здесь вот способ, метод обеспечения, минимум, максимум и расчет по норме. Ну, с минимумом и максимумом все понятно. Когда достигло минимального запаса, так как у нас остаток 0, то оно достигло. И заказываем мы 20. И вот, собственно, оно идет 20 заказов. И тут все просто. В случае расчета по норме, как понять, как программа считает, да? У нас вот здесь есть кнопочка рекомендации. Можно, в принципе, посмотреть, как программа рассчитывает. Вот здесь подробно описано, да, то есть сроки поставки. Сроки поставки у нас задавались именно в способе обеспечения. Что мы можем посмотреть, да? Склады доставка, настройки справочники. У нас был задан способ обеспечения. И вот он у нас, да, один день срок покупки, 7 дней обеспечиваемый период. И он у нас в обработке формирования заказов, собственно, здесь и видится. Среднедневное потребление. Мы задавали одну штуку, один телевизор, да, в день. Страховой запас, который нам нужно поддерживать на складе, это 5 штук. Складские запасы у нас сейчас на остатке 0. И минимальный запас, он рассчитывает 6 штук. Каким образом он рассчитывает минимальный запас, да? Если вот сюда навести, на вот эту вот формулу, то он покажет, покажет, сказала. Покажет, что минимальный запас формируется путем сложения вот этого страхового запаса 5. Плюс к нему прибавляем среднедневное потребление, умноженное на количество дней в сроке поставки. То есть в данном случае 1. И получается 5 плюс 1 умноженное на 1, это будет 6. Поэтому минимальный запас у нас состоится в 6. Максимальный запас подсвечивает формулу, да, подсказывает нам, что формируется из страхового запаса, плюс еще обеспечиваемый период, умноженный на среднедневное потребление. То есть то же самое, в принципе, да, страховой запас, вот этот 5 штук. Но плюс мы уже среднедневное потребление умножаем не на вот этот срок поставки, а на вот этот вот обеспечиваемый период. И из него, соответственно, рассчитываем 5 плюс там, да, 1 умножить на 7, плюс 7-то будет у нас 12, да. И вот здесь вот, соответственно, максимальный запас программы рассчитывает 12 и предлагает нам к заказу 12. Но в любом случае, как бы, это рекомендации, то есть то количество, которое вам нужно заказать, вы можете здесь скорректировать на нужное. Вот здесь, вот опять же, рекомендация. Заказать количество, равное максимальному запасу. За вычетом страхового запаса пополнить страховой запас при необходимости. Ну, мы согласимся, в принципе, с программой, сколько нам нужно. Опять же, да, для чего это нужно? Потому что, ну, снабженцы, они, как всегда, стоят перед выбором, да. То есть заказать побольше, но при этом все непонятно, сколько продаться. А продажникам нужно, соответственно, больше продать, но при этом как они продадут, если у нас чего-то нет на складе. И поэтому нужно продавать и заказывать, ну, именно тот самый ходовой товар, чтобы ничего не залеживалось. Поэтому вот здесь вот это все, назовем это головной болью снабженца. Вот, и вот здесь формируются суммы, на которые мы формируем наши заказы. В зависимости от этого уже планируем наш бюджет. Хорошо, допустим, мы согласимся с системой, да, и закажем все наши позиции. Ну, в принципе, можем даже не все заказывать там, что-то мы не закажем. То есть нам не нужен сейчас шкаф там для обеспечения, да. Мы можем какие-то позиции поснимать, они нам не нужны. Наборы кухонной мебели, например, нам пока не нужны. У нас никто не заказывал, да, корпусы, кровать. Вот так вот немножко поскромнее закажем. Едем дальше. И далее на следующем шаге у нас программа анализирует, какие заказы нам нужно еще обеспечить. То есть на предыдущем шаге мы обеспечивали определенный запас на складе, а на следующем шаге у нас идет уже формирование заказов для поддержания, ну, для обеспечения определенного заказа, да, ну, как, собственно, изначально оно и было. Способ обеспечения у нас здесь также и проставляется, да, торговый дом, покупка у поставщика «Белый ветер» либо база электротовара. Количество, которое у нас обеспечено на данный момент, программа видит, что по нулям и предлагает заказать определенное количество от этих заказов. Вот у нас сформировалось два заказа поставщику. Один заказ поставщику «Белый ветер» и один заказ поставщику «База электротовара». Если посмотреть, что мы, в принципе, можем тут посмотреть, да, мы можем передать этот заказ в работу, подтвердить. И вот здесь мы видим, да, что у нас заполнено назначение не во всех строчках, да, то есть вот эти позиции у нас заказаны под обеспечение заказов, а вот эти строчки у нас заказаны для поддержания запаса на складе. То есть у нас снизилось количество, да, стульев до пяти, по нулям было. Мы заказали 20. Нужно для поддержания запаса в тумбочке 20. Хорошо. И поэтому, раз у них проставлено где-то назначение, а где-то не проставлено, значит, у нас и в отчете, забыл отчет, называется «Остатки доступность», да, будет, соответственно, разная информация. Какой-то товар у нас будет в доступности, какой-то товар у нас будет в резерве уже находиться после того, как он поступит. Сейчас у нас как бы ничего не меняется, да, потому что мы сделали только заказы поставщикам. Если мы сделаем сейчас на основании них поступление товаров и услуг и сделаем приходные ордера, то мы увидим, как картина изменится. Поэтому давайте сейчас, собственно говоря, и сделаем на основании них приобретение. Опять же, обратим внимание, да, что в приобретении точно так же дублируются вот эти вот строчки с назначением и без назначения. Так, это один у нас заказ. Это вот второй у нас заказ. Тоже сделаем, что он подтвержден. Сделаем на основании него приобретение товаров и услуг. Заполним ему ГТД, где он хочет. Ну, здесь качество примера просто не думаю, да. По факту, конечно, в приобретении будет видно, какие номера ГТД, если у вас вообще по ним ведется учет. Хорошо. Заказ поставщику я пока закрою. Нам нужно еще сделать, так как склад ордерный, приемку на склад. Идем склад и доставка, приемка. Это не наши заказы. Можно, в принципе, выделить все вместе, создать ордера. И выбрать, вот они наши все товары, да. Количество по факту мы можем заполнять, ну, так, но заполняется непосредственно ручками, да. Задаем нужное количество. Допустим, у нас пришло там больше. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если переформировать наше состояние обеспечения заказов, у нас все горит зелененьким, мы, в принципе, все можем отгрузить. Но сейчас мы на этом остановимся, да, выгружать не будем. Если есть вопросы, можете задавать сейчас в разделе «Вопросы». Или можно прямо в чат писать. Запись вам пришла потом на вашу или иную почту, на которую вы регистрировались на вебинар. Позже с вами свяжется менеджер и пришлют вам запись. Так, по настройке поддержания запасов я сказала, да, про счет по норме, по статистике. Это, собственно говоря, сама обработка, да, формирование заказов по потребностям. Да, смотрится уже непосредственно еще и система анализирует не только формирование заказов по имеющимся остаткам, да, но еще она также видит заказы к поступлению. То есть если по каким-то, какие-то заказы поставщику уже сформированы и они подтвержденные эти заказы, то система их тоже отслеживает. И вот этот расчет, который происходит, да, по норме, по статистике уже корректируется с учетом будущих поступлений. То есть если товар-то уже заказан и он, по сути, где-то уже в пути, вот, он уже подтвержден нашим поставщиком, то нет смысла заказывать еще. Вот это будет здесь в колонке заказы к поступлению. То есть система анализирует те поступления, которые еще планируются. Если посмотреть, да, у нас по нашему отчету «Оставить доступность товаров», то вот здесь вот в разделе «Ожидается» будет, соответственно, нужная информация. Ожидается приход определенного количества. Если вы проставили к обеспечению просто и у вас товар приходит уже в свободный остаток на складе, да, есть смысл его резервировать непосредственно вручную. То есть когда, ну, если вы, допустим, сами его же делаете, да, регистрируете это поступление, вы можете его тут же зарезервировать, чтобы его у вас никто не упер. Еще один момент расскажу тоже, который иногда встречается, да, при работе с ордерным складом в разделе «НСИ администрирование», «Склад и доставка». Вот здесь вот есть такая настройка, да, «Порядок оформления накладных и расходных ордеров». Если стоит сначала заказы и накладные, затем ордера, то, соответственно, сначала делается заказ клиента, да, либо поставщика, в зависимости от того, где мы работаем в приемке или отгрузке. Вот, потом делается финансовый документ, да, то есть реализация или поступление товаров и услуг. И только после того, как сделан вот этот вот финансовый документ, мы можем уже в рабочем месте в складе «Доставка», «Приемка» либо «Отгрузка» сделать ордера. Если вот здесь настройка стоит наоборот, да, то есть сначала заказы, затем ордера, а потом накладные, то, соответственно, здесь уже без ордера, который формируется на складе, финансовый документ не смогут сделать ни реализацию, ни поступление. Так как система будет контролировать, да, то количество, которое было указано в ордере, ну, он просто сделает пустой документ. То есть в табличной части товара просто не будет никаких позиций. Ну, и, соответственно, ну, как-то информации тоже там не особо много, да, там просто ничего не выпадает, а пользователь потом гадает, а почему же ничего не заполнилось. Вроде бы заказ, вроде бы отгрузить, а почему-то туда ничего не пошло. Оказывается, просто не сделан был ордер в случае вот этой вот настройки. Причем, если мы на нее переключаем, то нужно именно, чтобы ордер был в статусе «Отгружен». Ну, вот здесь вот, да, отгрузка, допустим. То есть в статусе ниже, чем к отгрузке, он его не видит. То есть подготовлено к отбору проверки, то финансовый документ не получится сделать. Если подготовили к отгрузке, тогда, соответственно, можно будет сделать уже в этом статусе. Ну, это для тех, опять же, кто использует статусы расходных ордеров, приходных ордеров, у кого они используются, как будто там, в принципе, наличие нужно. К вопросу, да, резервирования, вот, то, что есть. То есть по вашему заказу, да, вы можете непосредственно резервировать то, что пришло на складе под ваш заказ. Это можно сделать здесь, обеспечивать обособленное, и вот здесь, через состояние обеспечения заказов, когда мы работаем, да, у нас здесь есть быстрые действия. Резервировать. То есть какие возможные действия заказа, мы можем резервировать то, что уже имеется на складе. Спасибо всем за внимание. Если что, пишите на наш адрес электронной почты. Презентацию можно скачать в папочке с презентацией. Если интересно, там есть все контакты, ссылки на наш сайт, на учебные курсы. Вот следующие потоки, расписание. И, ну, также на нашем сайте можно посмотреть расписание следующих вебинаров. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok